В атмосфере Земли не так просто рассмотреть аэрозоли, но они там определенно есть. А ученые НАСА говорят, что у этих крошечных частичек есть серьезное влияние на толщину снежного покрова и весенний климат в северном полушарии. Миллионы тонн аэрозолей создаются лесными пожарами и горением ископаемого топлива, поднимаются ветром и перемещаются вокруг земного шара. В областях, покрытых снегом, некоторые типы аэрозолей могут придавать снегу и льду темный оттенок, заставляя их поглощать больше солнечной энергии и таять быстрее. Ученые называют этот эффект потемнением снега. Иногда еще говорят, что снег становится грязным. Снег, который темнеет под действием аэрозолей, поглощает больше солнечного света, чем свежевыпавший снег. Это кажется несущественным, но оказывает большое влияние на таяние во время весны. При помощи климатической модели НАСА исследователи изучили влияние трех типов аэрозолей на толщину снежного покрова во время весеннего периода в северном полушарии Земли. Эти три типа – пыль, черный уголь, органический углерод. Области, окрашенные красным и пурпурным на этой карте, показывают, где поверхность поглощала больше энергии солнца вследствие того, что снег был загрязнен аэрозолями. Нагревание поверхности привело к уменьшению запасов снега весной, которые отмечены тут синим. Это уменьшение влияет на раннее таяние снежного покрова и нагревание земли, которая находилась под снегом. В некоторых местах температура на 10 градусов Фаренгейта выше, чем была бы, если бы снег не темнел. Добавив другие аэрозоли в эту смесь, мы меняем состав частиц в воздухе и снеге, что может еще увеличить их общее влияние на климат Земли. Субтитры создавал DimaTorzok